Сургутский район – важнейший промышленный и экономический центр округа. Здесь ведут свою деятельность крупнейшие нефтяные и газовые компании страны. В поселках и городах района проживает свыше 120 тысяч человек. И все они хотят быть уверены, что на территории района можно безопасно осуществлять свою деятельность, работать и спокойно прогуливаться по улицам поселений. Именно поэтому вопросам безопасности местные власти уделяют огромное внимание. Сотни сотрудников компетентных служб ежедневно трудятся, чтобы не допустить терактов, минимизировать криминогенную обстановку, не допустить угрозы со стороны экстремистских течений. Ведь не секрет, что благополучный Север так и манит вербовщиков радикальных и экстремистских взглядов. Их цель – завладеть умами югорской молодежи. В нашем выпуске «Спецзадания» на примере Сургутского района мы попробуем понять, какой эффект дают профилактические мероприятия и в каком виде они сегодня необходимы. Сургутский район был выбран нами не случайно. Так, еще пять лет назад на его территории спецслужбам удалось обезвредить нескольких сторонников радикальных течений. Тогда же, в 2014 году, жительница поселка Нижний Сартымский Фатима Джафарова стала известна на всю страну. Она была завербована экстремистами из Ближнего Востока и уехала в зону боевых действий, примкнув к террористам. О ее судьбе до сих пор ничего не известно. Сегодня картина прямо противоположна. За последние четыре года в городах и поселках Сургутского района не зафиксировано ни одного случая проявления экстремизма, как уголовного преступления и уж тем более вербовки в ряды радикальных течений. В чем же секрет успеха? Что же такого удалось сделать местным властям, чтобы нивелировать экстремистские преступления и конфликты на межнациональной почве? Но обо всем по порядку. В последнее время в Сургутском районе ежегодно проходят несколько десятков крупных межнациональных форумов, конференций и круглых столов. Вроде бы ничего удивительного. Но изюминка в том, что на каждом из них присутствуют эксперты не только окружного, но и федерального уровня. Показательный пример – конференция по противодействию экстремизма, которая прошла в Ленторе 1 ноября этого года. Чтобы послушать экспертов из Москвы и получить консультацию, в местный дворец культуры пришли свыше 250 человек. Общественники, религиозные деятели, лидеры национальных диаспор, волонтеры, молодежь. В течение дня работали три дискуссионные секции, а вечером итоги работы эксперты подвели на общегородском родительском собрании, где, собственно, встретились с родителями старшеклассников Лентора и ответили на все интересующие вопросы. Мы даем информацию, которая действительно нужна для родителей, которая позволяет им на ранней стадии выявить в поведении несовершеннолетнего те признаки, которые уже сигнализируют о том, что несовершеннолетний попал под влияние радикально-религиозных течений или каких-либо других опасных идеологий. Мы родителям рассказываем о том, на что нужно обращать внимание во внешних признаках, во внутренних, какие изменения ребенок, если претерпел, то с чем они связаны, это необходимо всегда анализировать. Формат общегородских либо общепоселковых родительских собраний впервые был протестирован в апреле этого года в поселке Федоровском и оказался весьма удачным. Вся беда у нас в том, что сегодня, когда говорят, родители должны быть, я всегда говорю, что родители кто-нибудь научил. У нас выросло целое поколение родителей, которые родилось либо выросло в 90-х годах, когда их воспитанием никто не занимался, они жили в совершенно другой информационной среде, у них родились дети, и как их правильно воспитывать, большинство не знает. И я бы давно ушел от форматов, когда мы проводим с активом молодежным, делать семинары или какие-то мероприятия с молодыми родителями. В Ленторе в начале собрания родителям показали документальный фильм «Территория дружбы и согласия. Восемь поводов задуматься», снятый по заказу администрации Сургутского района. В нем через призму истории, завербованной пять лет назад террористами, Фатимы Джафаровой, рассказывается о том, как уберечь своих детей от влияния радикальных течений. После просмотра кинокартины родители в течение двух с лишним часов задавали вопросы экспертам, чьи ответы были весьма познавательными. «Если человек по-хорошему не понимает, что не надо разжигать все участие туристической организации, его посадят или уничтожат. Тут методы борьбы не меняются у нас столетиями. Сайты такие, из интернета, чисто блокируют к ним доступ. Если везет, ловит это, то эти сайты делает. Материалы у нас запрещают, познакомьтесь, у нас на сайте Минюста со списком запрещенных материалов. Там пять тысяч позиций уже, даже, я думаю, больше пяти тысяч. Чего там только нет, получите эстетическое удовольствие просто почитать. Там и книги, там и листовки, там и фильмы, и матерные песни. В общем, много чего интересного». Причем опасность для детей исходит не только от вербовщиков радикальных течений и экстремистов. С каждым годом в молодежной среде появляются новые формы деструктивного поведения и различные субкультуры. «Одно из новых радикальных течений, таких вот на сегодняшний день опасных, это колумбайнеры. Как вот противостоять им? Мы уже сейчас всерьез об этом задумались. Более того, мы сделали для родителей методические рекомендации, профилактика агрессивно-депрессивного поведения несовершеннолетнего, где подробно мы в этих методических рекомендациях прописали о тех признаках, которые проявляются в поведении несовершеннолетнего, попавшего под влияние этого опасного течения. Такие конференции и встречи полезны всем, особенно лидерам молодежных организаций. Им проще понять ментальность и желания своего поколения. Они же могут подсказать экспертам, в каком направлении можно двигаться в вопросах борьбы с экстремизмом. И эта конференция, и очень многие другие мероприятия, которые посвящены профилактике и национального, и религиозного экстремизма, это прежде всего борьба в сфере сознания. Поэтому я считаю, что формат интерактивных лекций, площадок работы с молодежью, и очень много раз меня приглашали, там были люди фактически старшие классы школы. Это очень важно, потому что нам необходимо работать на будущее. Там будущее начинается сегодня. Ежегодно подобные конференции, пусть и в чуть меньшем формате, проходят и в школах поселений Сургутского района. Причем сами встречи организаторы стараются сделать максимально интересными для школьников. Например, в виде квестов и игр на тему безопасности в интернете. Таким образом дети проходят подготовку к своего рода информационной войне в виртуальном пространстве. А как иначе? Реалии таковы, что дети, особенно подросткового возраста, главная мишень преступников. Будь то мошенники, хулиганы, экстремисты, террористы. В этой игре я узнала много информации об интернет, социальных сетях, об экстремизме. Еще вот эти игры, они сближают, мне кажется, людей. Мы как-то начали работать более команды, более слажены. Начиная с весны прошлого года, профилактические мероприятия в виде игр проводит организация «Киберхранители». Это те самые популярные в Югре кибердружинники или киберволонтеры, только работают и зарегистрированы они на территории поселений Сургутского района. Отряд кибердобровольцев состоит из 16 человек. Их основная задача – искать и блокировать противоправный контент в интернете. За 2018 год наша организация была заблокирована. При помощи нашей организации было заблокировано более 40 ссылок экстремистских сайтов. В целом противоправного контента было более 88 ссылок. Это экстремисты, наркотики и другие противоправные контенты. Киберхранители подают пример младшему поколению, учат детей работать в команде, быть более сплоченными. За активное участие в квестах и играх школьники получают дипломы и призы. Я считаю, что они любой школе нужны, потому что дети на сегодняшний день понимают свободу своеобразно. И поэтому свободу слова, свободу передвижения, свободу общения понимают, конечно, по-своему, на своем уровне. И я считаю, что немножечко все-таки, наверное, воспитание в этом отношении хромает, как в любой, наверное, школе, так и в нашей, в отношении того, что, да, такая просветительская работа, которую проводите сегодня вы с нашими детьми, она, конечно же, на высоком уровне и очень нужна нашим детям. А это уже другой подход к профилактике межнациональных отношений – живопись в стиле реализм. Эти картины – творения художников-волонтеров. В мае 2019 года мы выиграли грант от Сургутского района, направленный на антиэкстремистскую деятельность. Мы заняли второе место, получили субсидию в размере 500 тысяч рублей. В рамках нашего проекта «Музей под открытым небом» мы предполагаем и уже реализовали следующие мероприятия. Первым этапом это была роспись стен. Наши прекрасные художники наносили рисунки, отражая всю красоту, прелесть мира, добрососедство и межнациональных отношений, раскрывая их глубину и все позитивное, что может быть с этим связано. На каждое такое произведение у волонтеров ушло больше сотни баллонов. Горожанам такое преобразование очень нравится. Более того, люди до сих пор присылают фото объектов, чтобы художники их расписали. Вторым этапом нашего проекта является съемка фильма, также направленный на антиэкстремистскую деятельность, целью которого является показать детям, подросткам все возможности, которые есть в Сургутском районе для мирного существования, а также раскрыть диалоги между культурами. Остается добавить, что Сургутский район один из лидеров по производству документальных фильмов и роликов антиэкстремистской направленности. За последние несколько лет их произведено несколько десятков. Видеофильмы получили призы и высокую оценку в том числе от специалистов окружной антитеррористической комиссии. Сургутский район сделал попытку организовать собственную кинополитику. И это оказалось успешным. В 2016 году фильм Сургутского района занял первое место на всероссийском конкурсе творческом. Да и сейчас, насколько мне известно, творцы кинополитики Сургутского района стараются не утратить уже достигнутого уровня эффективности. И это не говоря о том, что только в прошлом году в социальных сетях, на телевидении, радио и газетах вышло свыше 250 сюжетов и материалов по теме профилактики экстремизма на территории Сургутского района. Флэшмобы и ролики можно увидеть в интернете по итогам любого мероприятия, будь то праздник, конференция или круглый стол. Ежегодно местные власти увеличивают объемы субсидий для некоммерческих организаций, которые работают в сфере межнациональных отношений. Все эти меры в совокупности и дают результат. На сегодняшний день в Сургутском районе система профилактики работает на должном уровне, и она позволяет не допустить совершения преступления террористического и экстремистского характера. Ну а те правонарушения, которые происходят в сети интернет, они подконтрольны, выявляются. Но опять-таки хочу сказать, что мы никогда в своей деятельности не добьемся стопроцентного результата в силу того, что международный терроризм, экстремизм, он всегда преобладает, формируется в различные другие свои проявления. И наша задача заключается в том, вовремя реагировать на эти изменения. И, так сказать, может быть даже идти на шаг впереди. И эту работу нужно продолжать, даже если кажется, что все тихо и спокойно. Ведь стоит чуть-чуть расслабиться, и идеологи радикальных течений моментально этим воспользуются. Зло под названием экстремизм постоянно придумывает новые способы поймать в своей сети нашу молодежь, наших граждан. А значит, впереди у всех нас еще очень много работы. Без долгих перерывов и выходных. Слишком высока цена.